Всем привет! И это очередное видео о пустых баночках. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Первое, что я вам хочу показать, это шампунь и кондиционер с сайта iHerb. Вот такие вот с лавандой. Это у нас марка Клея Ленейчер. Что хочу сказать? Я недовольна этими средствами абсолютно. Во-первых, настолько твердые бутылочки и настолько густой, например, бальзам, кондиционер, что просто его нужно было вот так трясти, трясти, трясти. И в конечном итоге он, не сказать, что прям супер как-то волосы увлажнял. Здесь масло ши, увлажняющий комплекс, лаванда. В общем, ни о чем. Шампунь тоже, кстати, такой, знаете, был не очень пенищийся, не очень промывал волосы. Единственное, что меня привлекало в них, это вот этот запах лаванды, который был более или менее не химозный. Но в итоге использовала вот этот вот шампунь в перемешку с маслами и наносила на волосы до мытья, потому что кондиционирующего эффекта он после мытья не давал. А вот этим шампунем я мыла кисточки свои для макияжа. Следующее, что у нас закончилось, это вот такой детский мягкий шампунь Дракоша. Пользовался мой ребенок им. Обычный, абсолютно безо всяких там каких-то супер-супер свойств. Совершенно обыкновенный шампунь детский. Запах тут у них не ахти. Я даже не знаю, почему я именно его купила. Видать, просто закончился и взяла первое попавшееся. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой прекрасный, обожаю этот тоник, азуленовый лосьон от марки Холиленд для чувствительной кожи. У меня была вот такая большая бадья, здесь 500 мл, очень удобный флакон-дозатор. И сам лосьон, он такой был голубенького цвета. Азулен – это у нас ромашка. Особенно хорошо подходил, если, например, какие-то были проблемы с кожей воспалительного характера или кожа, когда вот менялись сезоны, то есть вот эти все шелушения, покраснения. Очень хорошо успокаивал. Мой косметолог использует вот этот лосьон после чисток лица, то есть когда нужно кожу успокоить и сузить поры. И мне она его посоветовала. Я взяла, и теперь это мой очередной мастхэв. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой крем от марки Биолит. Салхиноловый антиэллергический крем для рук. Я его использовала, когда у меня сильно-сильно обветрились руки, и прямо, знаете, они были такие потрескавшиеся. В общем, этот крем у нас на основе целебных растений, он такого коричневого цвета, не очень приятного запаха. И вот, может быть, даже здесь еще. Ага, вот он, видите какой. И он, я думаю, он хотя бы чуть-чуть будет увлажнять. Но нет, он исключительно имеет такой лечебный характер, которого я, кстати сказать, не заметила на своих руках. В общем, ерундовый такой крем. Неприятную пленку такую оставляет на руках. Никакие он рамки не залечивает, аллергию тоже. Поэтому не советую брать вам его. Следующее, что у меня закончилось, это такой вот крем для рук от марки Madre Labs. Тоже с iHerb. Мне его, по-моему, высылали. Он шел там, купи что-то, и этот крем тебе обойдется 1 доллар. Что-то такое у них была акция. Также нормальный крем, он вообще без запаха, без запаха. И такой, знаете, не особо увлажняющий какой-то был у него эффект. Но он не содержит вредного ничего. Содержит натуральное органовое масло. Нормальный. Если у вас руки не сильно сухие, вам подойдет. Но у меня руки прям очень сильно сухие. Мне после него хотелось еще сверху своей невеей намазаться вот с синей баночки. Потому что мне не хватало. Следующее, что закончилось, у меня облепиховый комплекс масел для роста волос. Вот такой вот. Они бывают разные. Здесь пипетка. У меня уже здесь такой мутный осадок, потому что я сюда уже после того, как закончила вот это масло, наливала какое-то другое, судя по всему. Но вот само вот это облепиховое меня не сильно впечатлило. И вот такие вот дозаторы мне не нравятся. Кто-то говорит, что им нравится. Но мне вот... Я вообще такой человек, знаете, вот неэкономный. Мне проще, например, иметь масло такое с флаконом, например, в виде... С таким носиком, да, чтобы прямо наносить по проборам. А вот это вот с этой вот пипеточкой, там по капельке, то есть это не для меня. Я люблю, когда нанес и сразу на пол головы. Вот. А так вот, что касается самого этого масла, то эффекта тоже. Я бы не сказала, что какой-то эффект от него с ног сшибательный. Волосы там расти от него не стали. Подшерсток никакой не появился. То есть, ну... Для пробы взяла, больше брать не буду. Следующее, что у меня закончилось, это была очередная соль для ванны от марки Планета Органика. Мне вот из этих солей, солей, понравились не все. Вот здесь вот у нас идет жемчужная пудра и органический экстракт органа. Вот этот понравился. Еще понравился тот, который... Та соль, которая такая крупная, фиолетовая, с веточками розмарина. А, по-моему, медовая, если я не ошибаюсь, прям комком взялась вот в этой вот банке. И невозможно было ее ничем отколоть. Почему-то медовая как-то не очень. Еще мне очень понравилась вот такая соль. Это тоже от марки Планета Органика. Очень хорошая соль, она такая многофункциональная. С нее можно делать было пилинг для лица и тела. То есть, добавлять вот эту соль. Немножко размешать со сливками, либо с маслом, либо с медом, либо с грязью мертвого моря. И делать такие маски. Скраб кожи головы, скраб для тела. Вот, можно было ванну просто использовать. Делать ванночки для ногтей, для ног и так далее. Вот это очень хорошее. Здесь такая лопаточка у нее была. И такая, знаете, соль, она необычная. Не просто как морская. Я поймала себя на мысли, что она прям чересчур соленая. То есть, очень сильная концентрация здесь вот именно соли. Даже когда, например, лежишь в ванной и случайно лизнешь в воду, вода прям была очень соленая. От обычной соли для ванны такого не было. То есть, мне она понравилась. Буду однозначно брать еще. Следующее, что у меня закончилось, это был вот такой вот лак для волос от марки Ари Флейм. Я не знаю, как я его купила и вообще зачем. Видимо, мне надо было срочно лак. И у нас как раз был каталог на работе. И я заказала. Но мне совершенно он не понравился. Он такой липкий, он мокрый, он неприятно пахнет. Здесь вот какие-то пары еще остались. Он перебивает запах парфюма. И после него реально очень сложно прочесать волосы. Больше не будет взять. Следующее, что у меня закончилось. Вот такой вот гель для душа от марки Палмалиф. Это клубничный смузи. Я его покупала вместе со своим долгоиграющим гелем от этой же марки с шоколадом. В общем, тот закончился. А этот стоял и стоял, и стоял, и стоял. Не знала я его уже куда приспособить. Настолько въедливый, неприятный вот этот запах клубничный. И плюс ко всему здесь еще содержатся вот такие скрабирующие частички. То есть сначала я думала, что я буду мыть собаку им. Но для собаки не стала использовать. Потому что вот эти частички бы забились в шерсть. Зачем собаке это нужно? Потом уже мне советовали использовать его там для мытья полов и так далее. Но опять-таки вот этот вот песок оставался на полу. В итоге я уже сунула его мужу, когда он пошел в баню. Думаю, ничего не заметит. В итоге пришел муж в баню и сказал, убери вот это и больше мне, пожалуйста, никогда не клади. В общем, добивала я его сама. Честно говоря, больше не буду брать. Не сравниться с этими моими любимыми гелями от ФА, которые я обожаю. Вот это полная ерунда. Следующее, что у меня закончилось, это уже из продуктовой темы. Вот такая мельничка. Это была здесь такая розовая гималайская соль. Сайхерб заказывала. У нас она на столе всегда стояла. И где-то что-то подсолить. Очень классная соль. Она, говорят, очень полезная. Но я как-то особо не вдавалась вот в эту полезность. По идее, надо было бы почитать. Но не содержит никаких ГМО, не содержит ничего ненатурального. 100% гималайская соль пищевая. Хорошая соль. Не знаю, я в последнее время сайхерб ничего не заказываю, потому что там что-то с доставкой очень дорого. Плюс вот этот курс доллара подскочил. Стараюсь как-то искать сейчас замены продуктам своим любимым. Но я думаю, что такая соль тоже скоро у нас где-нибудь появится в магазинах. Уже ягоды год же, спокойно у нас в аптеке можно купить. Следующее, что у меня закончилось, это вот такие витаминки от марки Мерц. Специальное дрожжи. Мне его посоветовала пропить мой косметолог в тот период, когда у меня было такое выпадение волос. Мне помогло. Я пропила две таких упаковки. Здесь 60 дрожжей. В день нужно пить две штучки. То есть, в итоге я пропила где-то курс в два месяца. И я заметила результат. И что мне нравится, здесь такие таблеточки, они розовые были, маленькие. Очень удобно их глотать. Они не огромные, вот как эти витру. После них меня не подташнивало. То есть, очень хорошие сбалансированные витамины. И даже на ногтях я вижу результат, потому что ногти мои перестали от них слоиться. Хорошие витамины, девочки. Советую. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой лосьон для тела от марки Клоранс. Я его даже разрезала. Это, я так понимаю, антиэйджинговый какой-то концентрат для тела. Не знаю, девочки, даже здесь ничего не осталось. В общем, мне не понравился его запах. Он пахнет а-ля Шанель номер 5, только более противно. Я как бы к Шанель нормально отношусь. Запах похож. То есть, есть такой конкретный закос под Шанель номер 5 у этого аромата. Но неприятный. Очень долго держится. И прям такой навязчивый, что он бьет в нос. Неприятный. Дальше что? У меня закончились вот такие пластыри косметические под глаза. Брала их, потому что закончились мои от Клэп. Марки профессиональные. Эти ни на что не годятся. Абсолютно мне они не понравились. Они даже не прилипали. То есть, их приходилось прям вот так руками держать, чтобы они не отлипли. Здесь 5 таких вот Саше, в которых содержатся вот эти сами патчи. Не понравилось мне абсолютно. Ерунда. Толку нет. Еще и слетают. Не буду брать. Закончился очередной мой крем от Нивея. Большая такая банка. 250 мл. Это у меня здесь просто от духов, от Диоровских. Наклеечку сын приколол, прицепил. Ну, в общем, классный крем. Я уже про него рассказывала. И в фаворитах в свои годы показывала его. Вот он меня реально спасает. Мои руки, потому что больше меня ничего не берет. Следующее, что у меня закончилось. Это от марки Лаш Блаузи. Такой банановый шампунь. Он прям такой, знаете, как банановое пюре. С вкраплениями каких-то трав. Там ромашка, по-моему, что-то еще было. Органическая гвоздика. В общем, и цвет прям такой, как у банана, перетертого. Я сначала думала, что это вообще не может никак не пениться, не промывать волосы. Но на самом деле такая классная штука. Очень хорошо промывает волосы. Волосы такие пушистые, объемные, блестящие. Но так же, как и все шампуни от Лаша, он слегка подсушивает волосы. Поэтому после него нужен хороший бальзам. А так буду повторять однозначно. Дальше закончилась вот такая смывка для маникюра от Sephora. Я ее очень люблю. Пользуюсь постоянно. Здесь уже такая вот губка, она вся грязная. В принципе, хватает его на много-много месяцев. Буду брать и беру постоянно. Следующее, что у меня закончилось. Это вот такой вот крем для ног от марки Nitrogyna. Честно говоря, не знаю, почему. Его еще никто ни разу не показывал. Весь я его разрезала и использовала. Почему в коробке храню? Потому что здесь сзади аннотация на русском языке. Значит, что это такое? Это отшелушивающий и увлажняющий крем для ног. Значит, его наносят на ноги. Он хорошо увлажняет. И в то же время такой пилинг-эффект. То есть, если вы только сделали маникюр и хотите его поддерживать, наносить нужно вот этот крем каждый раз после мытья ног. И у вас будут ножки в идеальном состоянии. Я это проверила на себе. Могу вам точно сказать, что это работает. И сейчас он куда-то пропал у нас с наших магазинов. В общем, вот так он называется. Смотрите, если кому интересно, поставьте на паузу, посмотрите. Очень хорошее средство для ног. Прямо замечательное. Следующее, что закончилось, это от марки Арифлейма. У моего ребенка шампунь для тела и волос. Совершенно тоже он обыкновенный. Брала просто из-за того, что здесь красивая вот эта вот картинка из мультика про тачки. Хотя сейчас уже его эти картинки не интересуют. Думала, ребенок еще у меня маленький, а он уже оказывается большой. Ну, в общем, он использовал нормальный гель. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой скраб для тела от марки Love To Mix Organic. Я вообще пользуюсь своими скрабами из кофе. Но тут решила сделать небольшой перерыв, отдохнуть. И увидела вот этот, написано, горячий скраб для тела. В общем, мало того, что он вообще не скрабирует вашу кожу, у него отвратительный запах. И я думала, он как-то будет разогревать там как-то что-то, вот этот подтягивающий эффект. Нет, он просто тупо жжет кожу так, что вы потом местами вся красными пятнами. То есть, такие ожоги прям на коже появляются от него, что я бы его никому не советовала. Ерунда. Следующее, что у меня закончилось, это покупала я в аптеке витаминная сыворотка-спрей для кожи лица. Так, это, по-моему, плацентарный комплекс, если я не ошибаюсь. В общем, что-то типа миста для лица, наподобие термальной водички, только с увлажняющими компонентами. Хорошее средство, мне оно понравилось. Но, опять-таки, сейчас не вижу почему-то в аптеке. Надолго увлажняет кожу, улучшает цвет лица. Вот сейчас в лето можно смело такие штучки покупать себе. Следующее, что у меня закончилось, это масло для волос от марки L'Oreal Professional, Mithic Oil. Для окрашенных волос у меня это шло. Для меня это средство оказалось абсолютно бесполезным. Ничего оно для меня не делало. Наносила и по 2, и по 3, и даже по 4 нажатия на влажные волосы. Потом дополнительно еще наносила на сухие кончики, как пушились, так и пушились. В общем, есть более достойные масла. Это больше не куплю. Следующее, что у меня закончилось, вот такой пихтовый концентрат от компании Biolite. Эта компания позиционирует себя как новейшие разработки в области лечебной косметики, томского производства. Но этого концентрата здесь настолько мало было. Здесь всего лишь 200 грамм. Хоть и написано, что там по одной ложке нужно на ванну, но я как-то не верю, что одна ложка на ванну может что-то сделать. Поэтому пол баночки за раз использовала. И считайте, что на 2 раза его все равно. А цена как бы не сильно дешевая. Больше брать не буду. Дальше, девочки, выбрасываю. Не закончилось, но выбрасываю вот такое масло для тела от марки Organic Shop. Это у меня мандарин сивильский. Посмотрите, он какой неприятный. Он совершенно не разносится. Он как-то отслоился. Тут отдельно какая-то жидкость в него. Запах химозный. И вот по коже он как будто бы жидкая расплавленная резина. То есть настолько он какой-то парафинистый, неприятный. Не впитывается. Не советую брать вам его. Следующее, что у меня закончилось. Это вот такая вот пачка с отрубями. Это отруби от марки Lito. Они выполнены вот такими наподобие как кукурузные палочки. Очень классно вечером перед сном, если вы хотите кушать. Просто пару ложек в кефир. И меня лично это спасает, когда вечером хочется покушать. Отличные отруби. Они, кстати, вкусные. Я очень ими довольна. Следующее, что я вам хочу показать. Вот такой вот пакетик у меня. Я уже показывала вам это видео в видео о покупках. Это вот как раз таки та самая бешефитная ванна для похудения. Я говорила уже о ней. Это потрясающая вещь. Разводите этот пакет в ванной. Целый пакет с солью. 530 грамм. И еще здесь внутри шел вот такой пакетик. Здесь в составе скипидар. В общем, я взвешивалась до принятия ванны и после принятия ванны. И эта штука реально работает. Минус 450 грамм на весах. Всего нужно полежать 20 минут. Отличное средство. Я потом поехала в магазин и купила 10 таких пакетов. Буду проводить полностью весь курс. И вторая тоже из этой же серии шла. Но здесь уже идет с травяным комплексом. Вот это вот я через самые замеры делала не работает. То есть здесь еще пакетик с травой шел. Вот это так не работает как-то. Поэтому прям советую именно ту брать без шофит, но с жиросжигающим комплексом. Следующее, что у меня закончилось. Вот такая была жидкость для мытья посуды. Я открыла для себя от этой марки таблетки для посудомоечной машины. И так как сайхероп, я говорю, сейчас уже пока не заказываю. Беру вот эту жидкость. Она тоже не содержит никаких вредных примесей. Без запаха. С экстрактом хлопка. Прекрасно подходит как для мытья посуды, так и для мытья овощей и фруктов. Хорошая вещь. Следующее, что у меня закончилось. Это маска для лица от марки Планета Органика. Для сухой чувствительной кожи. С экстрактом морских водорослей и масла амазонского водного ореха. Отличная маска. Я действительно удивлена качеством. Она в виде желе такого зеленого сделана была. Как я ей пользовалась? Я ложилась в ванную, наносила эту маску, брала свой прибор Фореолуна, который стоит без дела. И массировала вот по этой масочке, делала себе массаж. Потом оставляла ее минут на пять еще на лице. И уже затем смывала. И мне нравилось. Действительно был такой небольшой подтягивающий эффект. И вот эта вот консистенция ее, как желе, она хорошо-хорошо прям впитывалась в кожу. И лицо было очень увлажненное. Мне понравилось. И буду я ее еще раз брать. Последнее, что я вам сегодня хочу показать, это была зубная паста из Таиланда. Все вы знаете эти пасты, я думаю. Вот так вот она выглядит. Что я хочу сказать вам? Вот этот всеобщий восторг по поводу этих паст мне лично не знаком. Потому что, хоть тайцы и пишут, что она там натуральная, какая-то на травах. Но скажите мне, пожалуйста, как может зубная паста пениться так, словно это стиральный порошок? Это сколько должно быть здесь сульфатов, чтобы она так пенилась? Больше я, конечно, такие покупать не буду. Хотя у меня в запасе еще одна баночка такая лежит. Покупала я их две. И не знаю, я не советую все-таки вам пользоваться ею. Если китайские пасты мне нравятся, они более натуральные, то вот эти, мне кажется, здесь уже идет сплошной обман и наполовину химия. Больше покупать я их не буду. Девочки, на этом были все мои пустые баночки. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok